МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Спутник М уже в Нижнекамске". -"На сегодняшний день собираем заявления с родителей, которые согласны". -"Когда начнут прививать от коронавируса детей". -"Жители против кафе". -"Соответственно, это столы, это шум, это гам". На месте детской площадки собираются построить увеселительное заведение. Легковушку выбросило на рельсы. Автомобиль Ладу Приору вытащили с помощью трактора. В результате ДТП на БСИ пострадал водитель. Сутки заливало подвал. -"Коммунальщикам понадобилось 2 часа, чтобы устранить неполадки". Кто будет платить за воду? Твое слово в газете. -"Скоро мы будем писать про правдивые истории". Газета Туганьяк запустила новый проект для школьников. На телеканале НТР24 Нижнекамские новости в студии Алмаз Кашев. Вакцина от коронавируса спутни М прибыла в Нижнекамск. Сейчас медики активно принимают заявления от родителей, желающих защитить своих детей от инфекции. Где и как будут делать прививки, расскажет Александр Халин. Пока без столпотворений, но уже достаточно многолюдно. Педиатры отмечают ежедневный рост обращений. У многих детей подозрения на коронавирус. Переломить тенденцию врачи рассчитывают появившейся в городе вакциной спутник М. Мы на сегодняшний день собираем заявление с родителей, которые согласны защитить своего ребенка от ковида. Это заявление родители пишут в произвольной форме на имя главного врача Хамедулина Рамиля Сгатовича. С указанием фамилии, имя, отчество ребенка, даты его рождения и адреса. Далее они могут передать это заявление либо фельдшеру в школе, либо своему врачу-педиатру в поликлинике, как им удобно. Примерное заявление выглядит так. Его должны написать родители, желающие защитить своих детей. А вот согласие на прививку уже будет оформляться в больнице. Детям с 12 лет до 15 бланк заполняют родители. Ребята старше могут это сделать самостоятельно. Многие подростки уже думают о предстоящей вакцинации. Если надо будет, то буду вакцинироваться. А так я не хочу. Мама говорит, она уже делала две прививки. И она сказала, что ей плохо было, и у меня учеба, и не могу пропускать. Но если надо будет, то я буду делать. Как и со взрослой вакциной, после прививки у детей может быть температура и болевые ощущения в месте укола. Основное отличие спутника М от спутника Ви – доза уменьшена в пять раз. Препарат, как и его старший брат, двухкомпонентный. Повторная прививка через 21 день. Оформление QR-кода будет после второй вакцинации, когда. Поэтому нужно на вакцинацию будет прийти с документами. Либо это свидетельство о рождении. Дети старше 15 лет – это у них паспорт, полис. И обязательно нужен СНИЛС. Потому что именно если СНИЛС мы должны завести, чтобы они потом получили QR-код. Прививать нижнекамских подростков начнут уже в понедельник. Пока только в поликлинике на Тукая. Если желающих будет много, откроют дополнительные пункты. Врачи настаивают. Вакцинация – единственный способ борьбы с пандемией. Тем более сейчас, когда на пороге штамп омикрон. Число заразившихся коронавирусом ежедневно растет с 18 января. Накануне вообще был поставлен антирекорд. В Татарстане было зафиксировано 367 случаев. После нескольких недель небольшой передышки, медики вновь мобилизуют все ресурсы и готовятся к отражению очередной волны заболевания. Количество зараженных выросло больше, чем в два раза. В Нижнекамске накануне было выявлено 5 новых случаев. Сейчас в ковид-госпитале лечение проходит 62 человека. Александр Халин, Евгений Лызаев. Новости НТР. Болеют не только дети, но и взрослые. Сразу у четырех игроков хоккейной команды «Реактор» был выявлен коронавирус. Наличие инфекции показали ПЦР-тесты. Игроки сдали их сразу после матча с «Чайкой». Несмотря на предпринятые меры по изоляции заболевших, недомогание почувствовали и другие хоккеисты. На матче против «Казанского Ирбиса» на лёд смогли выйти всего 15 игроков, в том числе два вратаря. Остальные члены команды сейчас находятся в лазарете. У многих температура и кашель. В настоящее время, благодаря принимаемым мерам, психологическая ситуация в команде стабилизируется. Больные ребята пошли на поправку. И надеемся, что в скором времени они смогут участвовать в тренировочном процессе и помочь команде в предстоящих играх. К другим темам. Кафе вместо качелей и горок. На «Корабельной-1» собираются построить увеселительное заведение прямо на детской площадке. Хотя установили её только прошлым летом. Такое положение дел жителей не устраивает. Подробности у Светланы Шумковой. В прошлом году дом «Корабельной-1» попал под программу «Наш двор». Территорию привели в порядок. В конце лета установили новую детскую площадку. А осенью ещё и спортивную. Жители радовались. Наконец-то детям будет где развернуться. Но с приходом зимы пришло разочарование. И вот в декабре мы узнаём, что вместо нашей спортивной площадки долгожданной, на которой даже дети ещё не успели поиграть, у нас будет кафе. Нам не говорят конкретно. Говорят, что семейное кафе. И сказали, что будет там алкоголь или не будет, это там они далее будут решать. Людей соседство с развлекательным заведением не радует. Переживают, что детям негде будет играть. А если в кафе станут продавать алкоголь, так ещё и нетрезвые граждане могут шуметь. Мы против, да, действительно, застройки этого заведения, потому что у нас, во-первых, общежитие, дома рядом, как бы, площадь не позволяет тому, чтобы застраивали именно кафе, именно для, даже если это будет семейное кафе. Тем более у них предназначена летняя веранда. Соответственно, это столы, это шум, это гам. У общежития, я не знаю, чем им это семейное, даже если это будет семейное или детское кафе, чем детям общежития поможет это кафе. Жители не сомневаются, во дворе хотят построить обыкновенную пивнушку, а детскую площадку убрать. Мы обратились к архитектуру города за разъяснениями. Земельный участок рядом с жилым домом по Корабельной 1 предоставлен на праве аренды в июне 2018 года сроком на 10 лет под размещение кафе. Вообще эта территория не является придомовой территорией, не является территорией жилого дома. На данный момент выдано разрешение строительства для капитального объекта. Уже подрядчик на данный момент приступил к выполнению всех работ. Что касается детской площадки, ее не уберут. Подрядчик за свой счет перенесет ее в другое место в этом же дворе. Также нам пообещали, что прилегающая территория будет благоустроена. Однако местным мамам эта идея не нравится. Они уже написали жалобу в администрацию Нижнекамска. Светлана Шумкова, Евгений Лазаев, Новости НТР. Пришел не попариться, а подзаработать. Правда, выбрал для этого не самый честный способ. В Нижнекамске мужчина, угрожая ножом, забрал деньги из кассы в сауне. Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная внутри помещения. Мужчина, угрожая администратору, забрал 8,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Со слов свидетелей составлен фоторобот. Всех, кто узнал нападавшего и знает его местонахождение, просит позвонить по телефону, указанному на экране. Вознаграждение и анонимность гарантируют. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdfiz24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Автомобиль парализовал движение трамваев. Легковушка оказалась на рельсах в результате ДТП. Произошло оно сегодня в 9 утра на дороге в сторону БСИ. Один водитель пострадал. Подробности в сюжете Дениса Макарова. «Болит не только голова. Водитель «Фольксвагена» прихрамывает. Получил ушиб бедра. Это последствия аварии. Автомобиль второго участника «Приору» от удара отбросило на рельсы. Движение трамваев было парализовано. «В первую очередь задержка, конечно. Все ведь торопятся, люди по делам считают. Кому-то больницу надо, кому-то куда. А приходится вот сейчас ждать. Авария затруднила не только движение трамваев. На автомобильной дороге образовалась небольшая пробка. Сотрудники ГИБДД в течение получаса ждали на месте специалистов, чтобы вытащить «Приору». Они сейчас замеры производят, сотрудники ДПС. Потом дадут добро. Мы попробуем нашим трактором вытянуть его от движения трамваев. Автомобиль «Ладу Приору» вытащили с помощью трактора. Все причины ДТП устанавливаются. По предварительным данным, в аварии виноват 24-летний водитель автомобиля «Приора». Он, двигаясь по улице Индустриальная, со стороны БСИ совершил обгон, не убедившись в безопасности. Сам он не пострадал. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. С начала года в России уже произошло более 2000 ДТП. В Татарстане статистика неутешительная. Есть погибшие и пострадавшие. Сегодня действия при авариях с пострадавшими отрабатывали спасатели. Анжелика Степанова расскажет, как это было. По легенде, в салоне этого автомобиля находятся водитель и пассажир. Оба получили серьезные травмы. Таков сценарий соревнования. Задание пожарных спасателей – извлечь пострадавших из транспорта и оказать первую помощь. Бывали моменты, что именно из-за этих соревнований, то, что знаешь правильно, что делать, мы можем делать аварийно-спасательные работы. Всего в состязании приняли участие 56 команд. И по завершении каждый участник отправился на разбор ошибок и проверку знаний теории. Правда, одних усилий спасателей для уменьшения количества пострадавших в авариях мало. Нужно, чтобы и водители были на дорогах аккуратнее. Одним из основных факторов ДТП со смертельным исходом является выезд на встречную полосу. Очень часто водители совершают такой маневр, не осознавая возможных последствий. Только в прошлом году по этой причине в Нижнеканском районе произошло 12 несчастных случаев, в которых погибло 3 человека. В этом году на дорогах Нижнекамска уже произошло 9 серьезных ДТП, в которых пострадали люди. А в праздничные дни в аварии с участием трех автомобилей погиб 21-летний пассажир. Самый тяжелый исход – это лобовое столкновение со встречным автомобилем, когда скорости автомобиля у участников ДТП складываются. Ни в коем случае нельзя рассчитывать и надеяться на водительский стаж и опыт вождения, потому что необдуманный обгон может стоить человеческой жизни. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Вода больше суток заливала подвал. С такой жалобой обратились жители пятого подъезда дома вокзальная 6А. Как говорят люди, устранять неполадки никто не спешил. Так ли это, выясняла Анастасия Шакирова. Звук настоящего ручья. Это мелодичное журчание воды раздается в подвале на вокзальной 6А. Продвало трубу отопления. Жильцы вызвали сантехников еще вечером. Им сказали, они придут лишь утром. Вы вас сегодня вызвали с утра? Да, да, я уже 7 часов здесь. Участок трубы, где произошел порыв, решили полностью снять и заменить. Так как латать дыры уже бессмысленно. Кстати, ночью до прихода сантехников здесь были работники аварийной службы. Они поставили временный хомут. Коммунальщикам понадобилось два часа, чтобы устранить неполадки. Их причина – износ коммуникаций. Например, в этом доме трубы не менялись с самой постройки многоэтажки. Причем порывы трупов в старой части города встречаются в Нижнекамске часто. Именно по этой причине на вокзальная 6А аварию и не смогли устранить ночью, а лишь поставили хомут. Нам вечером, после обеда только дали. Сваржи у нас один, на весь район же не хватает. То есть поэтому только утром все не смогли, да? Да, мы сразу сказали же. То есть он работал где-то в других местах? Да, 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 работает. Успокоили коммунальщики жильцов и в вопросе оплаты за утекающие в никуда воду. По общедомовому счетчику им не придется платить. И тут все очевидно. Ведь прорвало трубу отопления, а не водоснабжение. Анастасия Шакирова, Максим Липин, Новости НТР. Смотреть наши новости можно не только по телевизору. Круглосуточная трансляция канала идет на сайте НТРДФИС24.ру. Там же максимально оперативно обновляется новостная лента. Прямой эфир можно смотреть и в нашей группе ВКонтакте. Новый мультимедийный проект в газете Туганьяк. Еженедельник стал ближе к молодежи. Теперь под творчество подростков отдают целую полосу. У читателей есть возможность не только прочитать статью, но и посмотреть дополнительное видео. Как это возможно? Ответ в нашем сюжете. Азалия и Арсен знакомятся со свежим выпуском газеты Туганьяк. В нем вышла их статья о цифровизации. Сейчас школьники проводят работу над ошибками и готовятся к работе над новым материалом. Но есть над чем работать. Второй выпуск как раз таки это и подтверждает, что есть все-таки прогресс небольшой, но хоть какой-то прогресс есть. Скоро мы будем писать про правдивые истории со школы, про любовь и дружбу. И мы считаем, что это очень интересно для нашего возраста, тех, кто помладше и постарше. Школьники стали участниками нового проекта газеты Туганьяк. Твое слово. Коллектив издания решил привлечь в свою команду юных нижнекамцев. Им предоставили целую полосу для самовыражения, где любой школьник может проявить себя в качестве журналиста и получить совет от главного редактора. Я не прислали нам свои материалы, информации, статьи, рисунки можно, стихи даже. Творческая работа. Мы выбираем самую лучшую работу и будем печатать на этой рубрике. Участники проекта снимают и видео на ту же тему, что и статья. Посмотреть его можно, пройдя по QR-коду, который печатают на страницах Туганьяка. Ждут в редакции новых авторов. А отправить свои журналистские работы в газету можно по почте или через WhatsApp адреса указаны на экране. Международный футбольный матч в Нижнекамске, в Манеже, Чулман-арены сыграли воспитанники нефтехимика и члены делегации из Турции. Товарищеская игра прошла в рамках рабочего визита в Нижнекамск представителей города Побратима, Мармареса. Команду гостей на поле вывел мэр Махмед Актай. Встреча получилась богатой на забитые мячи. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу нижнекамцев со счетом 4-3. Интерес именно посетить этот объект был у турецкой делегации, поскольку в составе есть представители комитета по физической культуре и спорту. Они как раз хотели посмотреть муниципальную базу, какие условия мы создаем для того, что наши дети занимаются физкультурой и спортом. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Будьте здоровы. До свидания. В пятницу ожидается облачная погода, небольшие прояснения. Редактор субтитров А.Семкин